Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 7 октября, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святаго апостола Павла к Эфессиным. Глава 1, стихи с 22 до конца главы, и глава 2, первые три стиха. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания апостола Павла к Ефесиным. И сегодня апостол Павел говорит о церкви, говорит о ее главе и о ее теле, о ее членах. И также он говорит о христианах и о том, в каком мире они жили. И, быть может, и сегодня, по сей день продолжают жить до принятия христианства, до проповеди о Христе. Итак, конец первой главы. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви». Апостол Павел здесь убедительно показывает нам, что Иисус Христос, Господь и Спаситель наш, есть истинный Бог, что Он обладает абсолютной, безграничной властью. «Все покорено под ноги Его». И здесь имеется в виду, что покорено все под ноги Его не второму лицу Святой Троицы, а именно Бога-человеку Иисусу Христу. Ведь и до вочеловечения второе лицо Святой Троицы, Сын, обладал всем этим. Но именно воплотившемуся Господу нашему Иисусу Христу принадлежит и покорено все. И поэтому как бы показывается нам, что та власть, которая была дана второму лицу Святой Троицы, теперь передана автоматически уже и Бога-человеку Иисусу Христу. И Его человеческая природа, небожественная, была поставлена выше всего. И Он является главой церкви. И как говорит нам святоотеческое толкование на эти строки, что «посмотрите», предлагает нам Святые Отцы, «посмотреть на то, что Церковь вознесена тоже выше всего». И она вознесена выше всего. Почему? Это мы понимаем из следующего стиха из 23-го. «Которое есть тело Его, Христос – глава церкви. А церковь, тело, не может быть отдельно от главы. Поэтому и церковь поставлена выше всего. Церковь – глава которой Христос. Которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». И здесь, опять же таки, мы видим призыв к добродетели. И, как говорит блаженный феофилак болгарский, толкуя этот отрывок, он говорит о том, что действительно в Церкви Христос как бы восполняется. Восполняется через что? Через членов тела. Голова – это вершина, это центр. Но есть и у тела различные органы, различные члены, которые выполняют различные функции. И в этом смысле это продолжение головы и восполнение всей полноты всего тела. И поэтому в каждом из нас восполняется, как написано, полнота, наполняющего все во всем. Христос пронизывает нашу жизнь, но и мы восполняем Его здесь, на земле, будучи активными членами Церкви. Церкви, прежде всего, небесной. Всей полноты вселенского православия. Через что, говорит блаженный феофилак, мы восполняем Христа? Именно через ту руку, которая подает милостыню просящему. Именно через те действия, которые мы делаем во славу Бога, на благо Церкви, на благо ближнего. Именно в этом и восполняется, именно и в этом заключается смысл, смысл, соль вот этих слов, полнота, наполняющего все во всем. Итак, мы являемся теми, кто восполняет эту полноту Церкви. Глава которой Христос, который пронизывает и наполняет нашу жизнь, жизнь всех нас, желающих, конечно, этого. Наполняет ее благодатью Святого Духа, которая нам стала доступна посредством Его крестных страданий, Его смерти и Его Святого Воскресения. Далее апостол Павел пишет о языческом мире и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Есть смерть телесная, есть смерть духовная. И смерть телесная не так страшна, как смерть духовная, потому что смерть телесная не зависит от нас зачастую. И смерть телесная, это не является деянием доброй воли. А вот смерть духовная, это полнота нашей воли. И вас, мертвых, здесь идет речь о мертвых духовно, по преступлениям и грехам вашим. И действительно, языческий мир хоть и гордился своей высокой культурой, хоть и гордился своими достижениями, но в большинстве своих представителей, в подавляющем большинстве, конечно же, отличался смертью духовной. И, несмотря на все свои достижения культурно-экономические, политические, все-таки эта духовная смерть пронизывала языческий мир. И далее апостол Павел во втором стихе пишет, в которых вы некогда жили в грехах и преступлениях, но на самом деле здесь это синонимы, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Сын и противления – это гибраизм, который показывает людей, противящихся воле Божией. И также здесь не совсем точный перевод. Здесь говорится «по воле князя, господствующего в воздухе», но здесь нужно перевести по-другому. И суть этого перевода будет заключаться в том, что это князь, который господствует над духами в воздухе, над духами воздушными. И не в том смысле, что они пребывают в воздухе, а в том смысле, что они воздушны, невидимы. И в этом смысле они пронизывают, как бы ощущается их присутствие абсолютно везде, их невидимое присутствие. Здесь не говорится о том, что «по воле князя, господствующего в воздухе», не говорится о воздухе, как о территории господства, но скорее о свойствах этих духов, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Апостол говорит о том, что действительно можно идти по воле этих злых духов, которые будут направлять нас. И так поступали многие, и апостол говорит, что и мы так поступали и были чадами гнева. Но он призывает нас быть чадами радости и быть действительно полнотой церковной. И чтобы эта полнота церковная, скажем так, наполнялась, исполнялась через нас, через верных чад Вселенской Православной Церкви. Итак, дорогие братья и сестры, будем стремиться быть добродетельными и быть церковными людьми. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч!